Это что такое? Вы посмотрите, это что такое? Мне что делать? Сейчас директор придет. Это что? Вот это, посмотри, что за слова это в одни двойки? СМС, 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 три! Я как буду смотреть сейчас в глаза директору? Что мне надо делать? Это что такое вообще написано здесь? Опоздала, два, не пришла. Ну вот тут какая-то пятерочка зачесалась. Ну слава богу, два, два, это что такое, не пойму. Это что? Два, два, вы посмотрите, какие-нибудь меры нужно принять. В сентябре уже у нее одни двойки. Два. Это что такое? Скажи мне, пожалуйста, вот здесь что такое? Тесты, это вот что? Что это вот? Смешно? Тебе смешно? Посмотрите, пожалуйста, вот что она, как она учится. Одни двойки, директор сейчас придет. Двойки, двойки и двойки. Много двоек, к ним идет директор, школы. Пожалуйста, досмотри до конца и поддержи лайком. Все, давай, гоу. Есть видео, где отец назвал его, но я здесь не покажу, но вы поняли. Это все я выложил для нашего закрытого телеграма, для антигриферов. Ты можешь прямо сейчас зайти туда и это все смотреть. Там есть не только такие кадры, ребята. Есть особые кадры, где полицейский скрутил Лешу. Это я тоже вырезал, я не могу здесь это показать. Это есть в нашем телеграме. Каждый антигрифер может это посмотреть. Ты тоже можешь. Просто заходи по ссылке в телеграм, становитесь антигрифером в нашем закрытом канале. Я, кстати, попадал в больницу. Я прямо из больницы снял видео на телефон, как я там сижу, эти аппараты. Я это выложил тоже в наш закрытый телеграм для антигриферов. Ты можешь там это посмотреть. Поддержи нас. Заходи туда и становись антигрифером. Чтобы стать антигрифером, можешь зайти в наш публичный канал Седжограм. Вот он. Вот здесь даже есть фотка, как я в больнице. Нажать здесь на закрепленный сотрудник полиции скрутил. Лешу здесь было такое. Ну и тут я рассказал, что нужно сделать. Просто перейти сюда, в нашего бота и стать антигрифером. Это вообще не трудно. Просто переходи в наш телеграм. Найти наш телеграм не трудно. Вот ты сейчас видос смотришь. Здесь есть описание. И в описании есть прям вот наш телеграм. Ссылка и стать антигрифером. Ссылка. Вот. Ты можешь прям заходить сюда в наши телеграмы и стать антигрифером. Все. Ждем тебя. Ждем. Давай поддержи наш канал. Го. Что это? Вот это скажи мне. Три, два. Это здесь тоже что-то. Три оценка. Хоть пятерка одна есть когда-нибудь у тебя. Кира. Это нельзя так учиться. Я не пойму. Но это вообще. То есть сейчас у нас приходит Надежда Геннадина. Это директор, который и у Леши директор. Они в одну школу ходят. Кто не в курсе? Леша и Кира соседи. И директор у них новый. Уже приходил к Леше. Ролик на канале. Можете посмотреть. К Леше уже приходил. Приходил, да, к Леше? Он потому что линейки. Игал в телефоны и угорал стоял. Она к ним приходила. И это же Надежда Геннадьевна. Сейчас в ближайшее время должна прийти. Спасибо, Кира, большое тебе. Вот сейчас позор такой. Я буду здесь терпеть за твои хорошие оценки. Ну что за поведение такое у тебя? Это учителя тупые. А, учителя тупые. А ты у нас такая острая. Я не могу прямо. Ребята, подержите, пожалуйста. Ждем. Я здесь остаюсь с камерой. Ждем. Не знаю, что ты, Кира, наделала еще такого. Видимо из-за цены. Прошло, наверное, минут 35 где-то. Может, 37. Звонят. Надежда Геннадьевна пришла. У тебя там двойки. Я не знаю. Ты маму довела конкретно. Я там двойку, у меня пятерки. Где пятерки? Тебе мама орет. У тебя вообще... У меня же самой страх. Сын, ты его. Иди встречай. Да, кстати, иди. Реально, да, Надежда Геннадьевна? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда Геннадьевна. Я тоже здесь. С камерой. Ребята, ну, мы с вами культурные люди. Если уж мы видим в кадре директора, давайте обязательно поставим лайк. Да? Кликаем лайк и смотрим дальше. Да. Здравствуйте. 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 Ухаживай, пожалуйста, директор. Да. Подержи, пожалуйста, Кира. Я, да, не предупреждали, наверное. Ну, они соседи с Лешей. В одном тамбе, я, как всегда, с камерой. Я уже увидела. Спасибо. Куда вы сможете повисеться? Отлично. Мне же интересно, что же она... Ну что, Кира? Давай я сюда. Вот в комнате, да, мы здесь все были, наверное. Пойдите, пожалуйста. Отлично. Так. Елена, да? Да, 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 да. Отлично. Ну что, Кира? Что же она сделала такого? Может быть, ты объяснишь мне, что же произошло? Что произошло? Вы знаете, может быть, она вам уже рассказывала? Да нет, мы думаем, что вот из-за двойки, а дневники нашла одни двойки там у нее. Она стоит молчит, как рыба. К вопросу об успеваемости мы, конечно, вернемся. Семестр заканчивается. Осталась всего неделька. Оценки Киры желают оставаться лучшими. Но я пришла вообще по другому вопросу. Произошел конфликт между Кирой и ее одноклассницей Лерой. В ходе которого наша дорогая Кирочка разбила телефон. Ах, так, да. Ты телефон разбила? Я не разбила. А что ты сделала? Разбила телефон, да. В смысле нарвалась она сама? Ну, сама нарвалась. Ты нам не сказала, что ты телефон. Мы же тебя спрашивали, зачем идет Надежда Геннадьевна. Оказывается, из-за разбитого телефона. А что, на уроке прям было или как это все? Да, прямо на уроке. Сорвали урок. Учитель не смог объяснить материал, который у нас идет по учебному плану. Вот, пожалуйста, родители хотят писать заявление в полицию. Либо же вы смещаете в размере 23 тысяч рублей. А я тебе говорила, телефон нужно сдать Дмитрию Валерьевичу и оставить дома. Это не мой. А, ты разбил чужой телефон. Если бы она бы сдала бы туда. Не, а он же целый, целый. Вот же, что же он? А, давайте проверим. Держи. Это батарея. Это сейчас еще раз. Это чей сейчас телефон? Это телефон ее одноклассницы Леры, которую Кира разбила. Она взяла и кинула его, что ли? Да, как? Он же целый, вон. Расскажи, пожалуйста, Кира. Как у вас вообще, почему у вас произошел этот конфликт? И причем на уроке. Да, он выглядит целым, но он не включается. Он совершенно не включается, не работает. Родители хотят писать заявление в полицию. Это айфон у нас получается? Да, это дорогой телефон. Не, может он все-таки работает? Давайте его включим. Пожалуйста, давайте проверим. Они прямо отдали вам телефон. Все свидетелями. Давайте даже на камеру. Включай. Ну вот, смотрите, подождите. Ну что? Может, заработал уже? Работает, сейчас включится. Может, зарядка села? К сожалению, Елена, он не включается. Этот конфликт вообще произошел позавчера. Я разговаривала с родителями девочки Леры. Угу. Как мы надеялись, но нет. И они хотят компенсацию. Так как виновата Кира. И все вопросы к вам, Елена. Не-не, ты оставь. Вдруг он включится. Давайте посмотрим. Давайте поставим вот так вот. Может он... Пусть да. Может он должен, конечно... А дольше надо. Айфон 6. Цена. Прямо при вас сейчас навожу. Пум. Первая ссылка. Вот она, да. Прямо при вас проверяю информацию. Первая ссылка. Ре-100. Это не реклама, не подумайте. Никакой рекламы. Кликаем на нее. Мы попадаем на сайт айфонов 6. Это айфон 6. Да, цены у них есть разные в зависимости от комплектации. Она назвала цену 23 тысячи. Я предполагаю, что это вот он. Apple iPhone 6 Plus на 64 гигабайта. Кликаем на него. И мы попадаем прямо на него. Ну вот он. Это он. Он очень похож. Цена совпадает. Это не последняя, не новая модель. Ну и цена не 200 тысяч, да. Цена 23 тысячи. Но это тоже деньги. Это целый телефон. И я бы это не обесценивал. Стала шутить надо мной. Что вот дура, дура. За что? Просто так вот? Просто. Просто дура. Я начала снимать тебя? За что? Просто ничего я не сделала. Я сидела, повторяла стихо. Выхватила телефон. И может быть случайно. Может быть целенаправленно. Но это не имеет никакого значения. Так как у нас факт. Разбит телефон. И родители пострадавшей девочки хотят, чтобы возместили в сумме 23 тысяч рублей. Либо же будет заявление в полицию. Ну а потом ты сама знаешь. Ну он и правда не включается. Ну я у меня есть айфон. Но он вообще не включается. Так не должно быть. У него горит это яблочко и все. И он как бы потух. По поводу этой ситуации, Кира, на тебя жалуются многие учителя. Пользователи в России сообщили, что YouTube не открывается. Не работает как сайт, так и мобильное приложение видеохостинга. Проблемы с доступом к сервису в России наблюдаются с начала месяца. Вы знаете, я раньше думал, что это просто слова. Но нет. Действительно YouTube перестает открываться практически со всех устройств. Последнее, что осталось, это телефон с мобильных операторов или же с VPN. Как вы знаете. И поэтому, ребята, на фоне всех этих новостей, вы все их знаете и слышите. Особенно об отключении монетизации в России. Я прошу вас перейти в наш Телеграм-канал. Ссылочка на который указана здесь сейчас. Переходите в наш Телеграм. Наш Телеграм называется Седжограм официальный. Здесь вы нас не потеряйте. Здесь я выкладываю всю информацию. Также в случае чего я всегда буду здесь и что-то вам сообщу. Это бесплатный Телеграм-канал. Сюда можно просто перейти по ссылке. Я здесь рассказываю все новости. Ссылка, чтобы сюда перейти, находится здесь. В описании видео. Просто кликни. Тебе не трудно. Реально. Просто клик. Мы сейчас набираем здесь аудиторию. Она нам здесь нужна. Просто кликни сейчас по ссылочке. Перейди сюда и нажми подписаться. Просто перейди. Будь здесь. И в случае чего мы всегда выскажем сразу любую новость от себя. И ты нас никогда не потеряешь. Если что, ты сможешь увидеть наши видеоролики тоже в Телеграм-канале. Ребята, все, что мы делаем. В случае чего. В случае каких-то новостей или мгновенных блокировок. Не знаю, что может пойти не так. Все можно будет увидеть в Телеграме. Видео я могу выложить тоже в Телеграме. Поэтому, ребят, просто кликайте вы на этот Телеграм уже. Просто кликните. Перейдите туда. И будьте просто там. Чтобы в случае чего не потерять нас. Никогда и нигде. Все. Давайте так. Клик. Подписаться. Буду рад. Копим сейчас аудиторию. Копим подписчиков в Телеграм. Спасибо. Ты вообще никогда не виновата. Везде ты божий одуванчик. Да. Что классный руководитель говорит. Что учитель по истории. Что по русскому говорят. Уже директор пришел. В гости к нам директор. Тебе не стыдно? Ты стоишь на учете в школе. Уже стоишь на учете. Теперь по этому телефону. Куда тебя поставят? На другой учет. Я не знаю, как правильно он называется. ПДН учет или что там. Ты что хочешь? Я здесь не виновата. А кто виновата? Если бы она нам сдала телефон, этого всего бы не было. И сдала мне снимать то, что там. Могу я знакомиться с твоим дневником или нет? В смысле нет? Елена, можешь мне? Конечно можно. Да. Да берите. Где он дневник? Вы сейчас мне показываете дневник. Пожалуйста. Нет. Ты вообще что ли? Дневник не дай сюда. Надежда Геннадь. Вообще-то это директор. Директор школы. Тебе не стыдно? А что мне стыдно? Я уже от нервы таблетки пью. У меня трясет вот так вот от твоего поведения. У меня звонок из школы. Меня все, у меня вот так вот колбасит все от того, что что мне скажут сейчас? Вот это что мне нужно делать? Дай, пожалуйста, дневник. Так и не включается. Я прям для ребят показываю. Мы траться будем, что ли? Заметтикать. Да, лучший дневник. Покажите. Итак, давайте откроем и посмотрим. О-о-о-о. Любопытно, правда. И это ученица... Это прям в дневнике, да? Седьмого В-класса. Именно так. Прилежная ученица. Именно так должен выглядеть дневник. Так это крестики-нолики не могу взглядеть. Да, это крестики-нолики. А зачем в дневнике играть? А ты знаешь, что у нас в школах существует поверка дневников? Мне никогда и не убивают. Во всех школах все учителя собирают дневники на то, чтобы проверить целостность и аккуратность. Не только. Так. О-о-о. Замечательно, Елена. Почему ваша дочка не заполняет дневник? Мне тоже для зрителей. Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота. Вообще ничего нет. Да, уже. Три двойки. Три двойки на первой неделе учебы. Математика с сентября. Три двойки на первой неделе учебы. А ей все равно вон у нас стоит. Пятерка, да? Я не правильно ответила. Пятерка, да? Так. О, пятерка. Пятерка. Это, наверное, пять поставили. То, что молчала на уроке, никого не донимала. Вот, наверное, пять поставили. Три двойки на уроке математики. А что за предыдущие? Какой это за почерк такой? Вот тут вот отличается. Вот здесь вот отличается. Ну, это твой почерк. Вот это твой почерк. А все остальное мама, что ли, заполняет? Нет, мне ничего мама не заполняет. А кто же это заполняет? Вот пусть тебе будет стыдно. Да, это я заполняю дневники. А что же ты говоришь, что... Чтобы она бедная учила уроки. Полегче ей было. А, другой. Ага. Плохое поведение на уроке математики. Елена, вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Чтобы вы взяли на вооружение все эти замечания, чтобы... Стремно. Да, подожди, еще две двойки, что ли? Да, да, да. Много двоек, чтобы сократить... ОБЖ. ...количество таких замечаний, возьмитесь, Кира, пожалуйста, начни уже браться за голову, хорошо учиться, потому что ты сейчас в седьмом классе, а через два года придется сдавать ОГЭ, экзамены. Уже сейчас, в седьмом классе, идет подготовка к ОГЭ, уже решает задачи. Вы же знаете прекрасно, что каждый год меняются эти самые задания. Каждый год усложняется. С таким успехом, разве ты сможешь сдать ОГЭ? Смогу. На второй год останешься? Нет, я сдала. Пока не одна неделя без двойки, я что-то так смотрю. Ну, значит, лишат меня материнства, скажут, я не справляюсь с твоими победителями. Так, подписи родителей нет, подписи классового родителей нет. А мне никто не дает, прошу прощения, мне никто не дает. Ой, а это что такое? Ничего себе, вот это история. Почему в таком виде, Кира, это тебе нет? Да, в школу не запрещают, просто разукрасила. Аккуратно нужно вести дневник, а это не альбом по рисованию. Я просто разукрасила мою музыку и сделала. Что такое? Так, отвлекалась на уроки по истории. Два, два, два. Нет, не записывает домашнее задание. А он просто такой на весь этот? Правильно, потому что она пропускает и не записывает. А там что? Так, отвлекалась на уроки в неурочной деятельности на классном числе. Так, плохое поведение. Снова плохое поведение на уроке по математике. Нет подписи родителей, нет подписи классного руководителя. А это уже октябрь. Октябрь у нас заканчивается. Да, октябрь, да, кстати, семестр заканчивается. Что у вас там? Именно, семестр заканчивается. А у тебя два, 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 два. Ты будешь не аттестована, Кира. Нет, не аттестуюсь. Смотри, у тебя остается буквально одна неделя. Пять дней учебных. Сможешь ли ты за такое количество времени, ограниченное количество времени, получить нужное тебе количество оценок? Получили. Какая-то прям я не знаю. Шоколадка, цветочек, держите, пятерочка мне оформлена. К сожалению, так не работает. Все учителя жалуются на нее, потому что она плохая ученица. Пожалуйста, возьмите на вооружение, займитесь Кирой, потому что действительно... Если история с телефона повторится, если такая история об успеваемости также будет повторяться, будет поднят вопрос об отчислении. Да ладно. Да. У нас уже есть ученик. Пойдешь дворы мести? Леша. Да, именно так. В нашем городе очень много школ. Конечно, Маша. Нет, так не надо думать. А кто тебя возьмет в другую школу? Ты прикреплена к этой школе. Вот тебе и терпят там все. Прикреплена. А мама молодец. Да, уже до февраля. Дошла и заполнила. До февраля вы заполнили? Да. А телефон так и не включается, кстати. Телефон так и не включается. Держи, пожалуйста. И что мне делать теперь? Это вы... Не включается, айфон. Вряд один. А вот мяч. Либо же вы возмещаете и полюбовно решаете вопрос с родителями Леры, либо же вы возмещаете 23 тысячи рублей, потому что это рыночная стоимость данной модели. Это айфон, это крутая модель. Но это шестерка. Но все равно, на сколько гигабайт я не знаю. Том стоит от силы. А у тебя какой айфон? Какой тебе сестра подарила? Ну не три. Десят. Вот ты, значит, отдашь десяток. И вот с этим будешь... Стоять айфон? Десятку тебе? Да. Да, вот ты отдашь Лере этот айфон, а сама вот с этим будешь ходить. Либо, ну может быть, я ей отдам хонор свой, который уже выключается. А ей не нужен хонор, ей айфон нужен. Он стоит дороже, чем вот этот тапок. А у тебя есть деньги, чтобы отдать? Тапок, за тапок, вот за этот. Есть деньги? У меня есть телефон. У меня есть твой телефон. Отдам будет. Нет, в прошлый раз 200 тысяч. Пожалуйста, следите за своим поведением. Иначе в полицию заявление напишут, что их родители запорчивают. Именно так. Все верно показывают, все верно говорят. Либо же так, либо же заявление в полицию, либо же вопрос об отчислении из школы, потому что такие ученики портят репутацию школы. Я бы не хотела. Я бы наоборот хотела, чтобы подтягивал знания, подтягивал свои оценки, получал как можно больше пятерок. Да у меня теперь, на классике. А ты одна умница, бля. Да, я одна умница. Ну, прям вообще. Вообще. Одела корону идет, одна умница, бля. Я не знаю. Я где деньги возьму, скажи мне, пожалуйста. Коннор дать. В прошлый раз 210 тысяч ты украл у меня. Теперь я где должна деньги взять? Он стоит от силы 3 тысячи. Где взять 3 тысячи? Он не 3 тысячи. Вот, ты на танцы, значит, не пойдешь за 3 тысячи. Я, значит, за танцы не плачу. Я отдаю 3 тысячи, и ты мне находишь такой же телефон. Договорились? Хорошо. А где ты мне возьмешь его? Украдешь еще добавку? В общем, Елена, вы меня услышали. Я вам рассказала по поводу телефона, по поводу успеваемости, по поводу того, что на Киру жалуются многие учительные. Даже пришлось мне самой прийти к вам, говорить с вами об этой истории. Пожалуйста, позвоните родителям. Да, я... Бесполезно вам не отключается. Верну это родителям, потому что у меня назначена еще одна встреча с ними. Лично благодарю каждого антигрифера. А именно, Юрия Рагулина. Недавно стал на год мощным антигрифером. Спасибо тебе. Даша Мощная, я ее давно помню. Александр Мощный. Николай Гарин стал. Фанити Ютуб. Алекс, Макс. Всем спасибо огромное. Ставитесь антигрифером. Могу назвать и ваши имена лично. Алекс Мощный. Мистер Хаги. Илья Дементьев. Дмитрий. Всем спасибо. Роман Панин. Благодарю. До свидания, Надежда Геннадьевна. До свидания. Да-да, спасибо. Кира, Кира. Надеюсь, ты реально справишься. У тебя куча двоек. Давай. Чего? Ну ладно, ты... Ну у тебя двоек полно. Я сам в шоке. Я такой не видел. Деник еще. Пусть напишут тебе, Кира, давай, справляйся. Кира станет личницей. Пусть напишут тебе, реально почитаешь комментарии. Ну, смотри, я... Я просто снимаю, я что могу сказать. Ладно, давай, надеюсь, у тебя все получится. Исправляйся. Субтитры сделал DimaTorzok